Соревнования по водному полу такого масштаба под эгидой Европейской лиги плавания проводятся в Беларуси впервые. Площадок, которые смогли бы это сделать на достойном уровне две в Минске и в Бресте. Последний был выбран организаторами в качестве первооткрывателя. В торжественной церемонии ознаменовавший старт турнира принял участие и председатель Брестского облсполкома Анатолий Лис. Прежде всего, я рад, что присутствуют наши друзья из Казахстана, Украины, Чехии, но и, естественно, в нашу форуму Республики Глава. Я выражаю вам данность организации облака и надеюсь, что первый турнир, который мы сегодня проводим, он станет постоянным. Подобные турниры – хорошая возможность для болельщиков проверить свои вокальные данные, а для игроков – получить необходимый опыт. Средний возраст членов нашей национальной сборной по водному полу – 19-21 год. Силой выносливости им не занимать, а участие в турнирах поможет получить необходимые для победы навыки борьбы и закалит характер. Сегодня Федерация водного пола нашей республики совместно с Национальным Олимпийским комитетом, со всеми заинтересованными государственными органами поставила для себя задачу. Вернуть вторую жизнь или второе дыхание этому зрелищному олимпийскому виду спорта. Для этого есть все условия, и для нас очень важно, чтобы наша национальная команда получила достойный хороший игровой опыт. По словам руководства Федерации водного пола Беларуси, перед сборной стоит задача в ближайшие несколько лет выйти на чемпионат Европы и мира, а в перспективе завоевать путевку на летние Олимпийские игры. И при грамотном подходе цель эта достижима. Пусть не одномоментно и не в кратчайшие сроки, но активность и результативность сборной постепенно набирают обороты. На сегодняшний день я могу сказать, что у нас команда Университета физической культуры и Центра Олимпийской подготовки. Мы играем в чемпионате России. Это очень большой толчок, большой шаг для водного пола, для развития водного пола. И проведя такой турнир, это большой толчок также будет и для национальной сборной. Анастасия Стропко, Эдуард Бакунович и Дмитрий Лазарчук. Телекомпания Бук-ТВ.